МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Кира Ярмуш. Обсудим самые важные новости на сегодня. Больше половины российских мужчин не доживают до пенсионного возраста. Российские олигархи хотят дистанцироваться от Путина, чтобы избежать санкций. Алексея Навального поместили в ШИЗО в 12-й раз, а журналисты рассекретили очередную квартиру Пескова. Минздрав сегодня рассказал статистику про смертность российских мужчин. Большинство из них, 52%, не доживают до 65 лет, то есть до официального пенсионного возраста. Основной причиной смерти мужчин оказались сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Причем 4 из 5 смертей в Минздраве называют внезапными. То есть у людей либо не было диагностировано опасных заболеваний, либо они не знали про степень их тяжести. И в Минздраве считают, что виноваты в этом сами мужчины. Там отметили, что для профилактики смертности им нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. К сожалению, эта ужасная новость очень много рассказывает нам и про качество российской медицины, и про уровень жизни, и про цинизм и бессовестность российских чиновников. Алексея Навального опять отправили в ШИЗО на 15 суток. И снова за то, что он неправильно представился. Как пишет сам Алексей, это реакция на то, что фильм о его отравлении получил Оскар. Но и нет никаких сомнений, что распоряжение ухудшить жизнь Алексею поступило напрямую из Кремля. Это уже 12-й случай, когда его запирают в карцере. С учетом этого срока он проведет там уже 128 суток. Помните, в начале марта Путин встречался с бизнесменами на собрании Союза промышленников и предпринимателей? Тогда журналисты заметили, что очень многие крупные российские бизнесмены не пришли на встречу. И вот сегодня подтвердилась версия, что некоторые из них сознательно не захотели встречаться с Путиным. Богатейший российский олигарх, владелец НЛМК Владимир Лисин специально для этого вышел из правления Союза предпринимателей. Вместе с ним за последнее время из организации вышли еще 15 крупных бизнесменов. Среди них, например, Алишер Усманов, совладелец Лукоила Леонид Федун и бывший глава Сибура Дмитрий Конов. Кстати, Лисин до сих пор не попал под санкции США и ЕС. Очевидно, он боится, что встреча с Путиным изменит позицию этих стран. Французская компания Адео, владелец сети магазинов Леруа Мерлен, уйдет из России. Все свои магазины она передаст местному руководству. Это 111 гипермаркетов в 65 регионах страны. Таким образом, компания надеется сохранить все 45 тысяч рабочих мест. Это решение компания приняла после того, как попала в скандал с поставкой товаров в оккупированные регионы Украины. Причем, как выяснили журналисты, магазин отправлял туда не только гуманитарную помощь, но и товары для военных. В руководстве магазина это, конечно, опровергают. А в ближайшее время страну может покинуть еще одна крупная международная компания – австрийский Райфайзенбанк. Сделать эту банку рекомендовал Европейский Центробанк. Он ожидает от компании конкретный план со сроками по уходу из России. Райфайзен – один из последних западных банков, которые оставались в России. На него приходится около четверти всех переводов в евро в стране. Но не только европейские компании сторонятся России, но и бизнесы из дружественного Китая. Крупнейшая китайская логистическая компания ОО «Си Эл Лоджистикс» прекратила отгружать товары в Россию. А все из-за страха попасть под вторичные санкции. Компания уведомила одного из российских ритейлеров, что не будет доставлять в Владивосток уже оплаченный груз. Компания даже отказалась выступить посредником, передать товары от поставщиков другому перевозчику. Примечательно, что это произошло сразу после встречи Путина и Си Цзиньпина, где они так уверенно говорили про дальнейшее партнерство. У Дмитрия Пескова нашли еще одну роскошную квартиру. Это апартаменты площадью 113 метров недалеко от Белого дома в Москве, вот в таком красивом доме. Подобные квартиры здесь продаются за 68 миллионов рублей. Вообще-то про наличие у Песковой квартиры такой площади было известно и раньше. Он указывал ее в декларации. А теперь стало известно ее расположение и примерная стоимость. Всего же Песков вместе с женой Татьяной Навкой владеет имуществом на сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Им принадлежит еще несколько роскошных квартир и элитная усадьба на Рублевке. Мы уже рассказывали вам про этот особняк. Посмотрите еще раз, как живет скромный патриот Дмитрий Песков. В Росреестре собственники этого имущества сейчас скрыты. А семья путинского генерала Олега Солюкова, который командует парадами 9 мая, зарабатывает десятки миллионов на господрядах и организации праздников для военных. Расследование об этом сегодня опубликовало Ви-Би-Си. Сын генерала Дмитрий был организатором празднования Дня сухопутных войск в подмосковном парке «Патриот». А инициатором праздника был Солюков-старший, тогда главком сухопутных войск. А в 2019 году его сноха Дина Солюкова организовала патриотический молодежный центр «Авангард». Он получил в парке «Патриот» 28,5 гектаров земли и еще 2 миллиарда рублей субсидий. Также Солюков-младший занимался строительством полигона для боевой подготовки в Нижегородской области. Его компания «Монтаж спецстрой» заработала на строительстве и обслуживании полигона 25 миллионов рублей. При этом свои обязательства по контрактам компания так и не исполнила и просто закрылась. В поселке Сапожок Рязанской области обрушилась стена исторического здания. Это бывший купеческий дом конца 19 века. Год назад его отреставрировали, и сейчас там располагается союз ветеранов и общество слепых, а также проводятся кружки для детей. Вот комментарий свидетеля той реставрации. Места, где выпадали кирпичи, просто шпаклевали. К счастью, во время вчерашнего обрушения людей в здании не было. И вчера же в соседнем здании с отчетом выступил глава района Алексей Кириллов, но, по словам присутствовавших, не сказал ничего об обрушении свежеотреставрированного здания. А сейчас посмотрите на вот эти кадры из женской консультации в станице Новотитровской Краснодарского края. Разруха, плесень, во время дождей здание протекает. Этот ролик сняла и опубликовала врач Елена Волик. А руководство больницы, вместо того, чтобы сделать ремонт, просто уволило ее. И еще обвинила, что она раздувает скандал на пустом месте. Мол, врач сняла этот ролик, зная, что в 2025 году начнут строить новое здание. А до этого врачам и пациентам, видимо, нужно было терпеть и молчать. Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Херсона. Видео опубликовала Херсонская областная военная администрация. Удар был рядом с набережной, где двое мужчин готовились переправиться через Днепр. Еще один удар пришелся на складские помещения. Начался пожар, который был быстро потушен. Медиазоны и Би-Би-Си продолжают вести учет погибших российских военных. На сегодняшний день подтверждена гибель 18 023 человек. На первое место среди потерь вышли заключенные. Не меньше 2200 погибших. Также известны имена 1617 погибших мобилизованных. Журналисты подчеркивают, что учитывают лишь подтвержденные смерти, где известно имя человека, а реальные потери в несколько раз больше. Осужденных не только вербуют на войну, но теперь с них еще и собирают гуманитарную помощь для военных. Управление ФСИН по Ульяновской области отчиталось, что заключенные ИК-9 собрали посылки из лапши Ролтон, тушенки, носков и туалетной бумаги. Это та самая колония, где в октябре прошлого года трое заключенных вскрыли себе вены после жестокого избиения больше ста зэков тюремным ОМОНом. Поэтому, конечно, есть большие сомнения, что сбор гуманитарки был добровольным. Это были самые важные новости на сегодня. Как обычно, в конце выпуска я призываю вас писать комментарии, ставить лайки и делиться этим видео. И, конечно, становитесь с нашими спонсорами на Патреоне. Ссылка есть в описании. Сейчас на экране вы видите имена и ники тех, кто уже нам помогает. Спасибо большое, что смотрите и поддерживаете. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова